Всем добрый вечер. Я Александр Сёмочкин. К пятнице мы подготовили всё самое лучшее. Смотрите сегодня в тележурнале. В акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона, который может определять степень загрязнения водоёмов. Подробности в рубрике «Обучение». Здоровое сердце. Как избежать рисков и осложнений? Расскажем в рубрике «Медицина». А рубрику «Досуг» посвятим конкурсу телерадиокомпании «Терра» и радиостанции «ДиФМ» в Самаре «Мисс Бикини». К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. Пляжный сезон в самом разгаре. В этом году на пляжах города установили 1393 единицы пляжного оборудования. Это на 103 больше, чем в 2017 году. Что касается комфорта и безопасности, то за тем, чтобы на воде не произошло несчастных случаев, на восьми официальных самарских пляжах следят специально подготовленные спасатели, которые готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Кто эти люди и почему они выбрали эту профессию, расскажут наши корреспонденты. Рабочий день спасателей на самарских пляжах длится 12 часов. Он начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера. На второй очереди набережной от бассейна ЦСКА ВВС до Кинапа находятся три поста. На каждом дешурят минимум по 5 человек. Кто-то патрулирует с вышки, кто-то следит за порядком с водой. Кроме того, каждый час отдыхающим напоминают о правилах безопасности. Правда, в этом сезоне спасать никого не приходилось. Пока самые серьезные ЧП – это потерявшиеся дети. Только с начала июля таких было шестеро. А вот в местах, не предназначенных для купания, уже утонули три человека. Так-то у нас обстановка сейчас спокойная, но чаще всего теряются дети маленькие. Ну и люди обращаются с различными травмами, такими маленькими. Там порезы, шибы и так далее. А так, в общем-то, все спокойно на нашем посту. За подготовку и работу персоналу отвечает Общество спасения на водах. Специалистов готовят на курсах, где будущие спасатели сдают нормативы по плаванию, тренируются на специальных маникенах, а также учатся правильно и аккуратно бросать спасательный круг. Обычный заработок за одну смену – 800 рублей. Правда, во время чемпионата мира его увеличили до 1 тысячи. Обычный график работы – неделя через неделю. Несмотря на то, что работать спасателем можно и мужчинам, и женщинам от 18 до 55 лет, в основном сюда идет молодежь. Прошел, значит, обучение спасателя, матроса спасателя. В бассейне у нас мы сдавали нормативы плавания, доставали манекен из воды. Потом я работаю уже второй год. В моем случае проводить время на пляже, то есть совмещать приятность с полезным – вот это вот самое главное. Спасатели напоминают – купание и алкоголь несовместимы, так как чаще всего опасные ситуации на воде происходят с нетрезвыми гражданами. А еще родители просят внимательнее следить за своими детьми, ведь они плохо ориентируются в пространстве и могут легко потеряться. В следующей части нашей программы от воды далеко отходить не станем. И расскажем вам о том, что в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов, разработка плод сотрудничества исследовательского центра «Аэролапрус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета. Информация о состоянии водоемов с помощью датчиков будет собираться для анализа и публиковаться в открытых источниках. Дрон использует для получения энергии солнечные батареи. Сейчас проект находится на финальном этапе испытаний. Проводится отладка системы автоматического управления. Совсем скоро дрон покажут общественности, специалистам из природоохранных организаций, журналистам и представителям администрации города. Продолжим программу рубрикой «Медицина». По статистике медицинских ресурсов, руководители на 20% больше подвержены различным сердечным заболеваниям, нежели люди, выполняющие второстепенные должностные обязанности. Ишемическая болезнь сердца наиболее распространена среди первых лиц компании. Такие заболевания в равной мере поражают как мужчин, так и женщин. Что настораживает портрет пациента с инфарктом миокарда, становится более молодым. Как сохранить здоровое сердце руководителю и его близким? Как вовремя диагностировать у ребенка порог сердца и другие отклонения? Об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Утверждение, что все болезни от нервов знакомы каждому. И люди, находящиеся на руководящих должностях, подтвердят это вам, как никто другой. Участники Поволжского отделения Всероссийского клуба «Топ-менеджер, создающий будущее» два раза в месяц встречаются вместе, чтобы обсудить важные аспекты управления бизнесом и финансами. Не так давно организаторы поняли, что на встречах нужно поднимать и жизненно важные для каждого темы. Начали с воспитания детей, сегодня перешли к актуальному – здоровью. Как важный референт состояния здоровья руководителя – его здоровое сердце. Так как наше сообщество – это сообщество опытных собственников, то вот средний возраст наших участников – это 40-45 лет. Как я понимаю, именно это тот возраст, когда подобные проблемы, связанные с работой сердца, и начинают потихоньку быть актуальным. И в этом смысле как раз надо чуть-чуть опередить их, сработать на упреждение, знать и действовать. Поэтому я считаю, что тема более чем актуальна. К важному диалогу приглашены ведущие в регионе специалисты-кардиологи. Они рассказали гостям встречи, что факторами, способствующими развитию примерно 70% заболеваний, и по-прежнему остаются стрессы, постоянное напряжение и чрезмерные эмоциональные нагрузки. В то же время руководители бизнеса часто забывают о необходимости ответственного подхода к собственному здоровью, где профилактика играет не последнюю роль. Для взрослых, серьезных руководителей, проблема в том, что они не могут найти время на свое здоровье. И сегодня наша задача – призвать их к тому, чтобы они обращали внимание на свое здоровье и на здоровье своих детей. Руководитель, если он хочет, чтобы его бизнес процветал, то время на свое здоровье нужно обязательно находить, поскольку на сегодняшний день здоровье, паспорт здоровья – это очень модная вещь. И, наконец-то, должна все-таки наступить мода на целевой уровень холестерина, мода должна наступить на нормальный, так скажем, индекс массы тела. Вот я считаю, что все-таки портрет бизнесмена должен быть таким. Специалисты констатируют факт – портрет пациента с инфарктом миокарда стал более молодым. Дела сердечной становятся проблемой для лиц, принимающих ответственные решения. Но ведь и медицина не стоит на месте, напоминают кардиологи. Если мы несколько десятилетий назад только могли мечтать о том, что пациенты с какими-то острыми ситуациями могут попадать в высокотехнологичные сосудистые центры, на сегодняшний день мы уже эту ситуацию решили. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю пациенты могут попадать в специализированные учреждения. Инновационный подход по принципу максимально быстрой доставки в кардиоцентр. Коронарография и чрезкожное коронарное вмешательство. Мировые стандарты работают сегодня, чтобы спасти жизнь и максимально быстро восстановить сердечную функцию. Важную роль в доступности услуг сыграли и частные медицинские клиники. Я думаю, что все-таки частные центры большие и клиники большие, они соединяют воедино и имя, и специалисты, и самое главное, современные технологии. Чтобы не попасть в уязвимую группу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как минимум важно знать собственный индекс массы тела, уровень артериального давления, следить за холестерином. А вот с детской кардиологией другая ситуация. Ежегодно в Самаре рождается около 300 детей с пороками сердца. Большинству диагноз ставится в первый год жизни, но до сих пор встречаются случаи поздней диагностики в 5-10 лет. На сегодняшний день в мире есть методики обследования, позволяющие поставить диагноз еще до рождения малыша. Перинатально и они активно применяются в нашем городе. Для этого у нас есть опорные временные моменты, когда мы должны сделать ребенку эхокардиографии, узи сердца и должны сделать кардиограмму. Следующий момент, на который часто родители забывают, они отдают детей в спортивные секции, хотят, чтобы были хорошие высокие результаты, но в то же время ребенок оказывается неподготовленным и непроверенным. И часто это тоже переломный момент, когда мы обнаруживаем, ну, например, различные нарушения ритма, выявляем проблемы с сердцем именно на этом этапе. Дина Воздвиженская дважды стажировалась в клиниках США и может говорить ответственно о том, что и в России сегодня все сделано для того, чтобы решить проблему как можно раньше. Доступность медицинской помощи по-прежнему играет основную роль. У нас есть способы для того, чтобы увидеть, поставить диагноз и вылечить больного. Для этого существуют различные новые технологии. Например, можно лечить нарушение ритма сердца без разрезов на теле, через сосуды. И часть врожденных пороков сердца можно таким же способом исправить. Родителям просто нужно знать, куда обращаться и с какой проблемой. А мы хотим напомнить всем зрителям ТЭР, что на сайте телеканала совместно с радиостанцией ДИФМ стартовал конкурс «Мисс Бикини». Красавицы в купальниках, звезды, инстаграм. Этот конкурс для вас. Хотите выиграть сертификат на 10 тысяч рублей в салон красоты? Тогда присылайте свое самое жаркое фото в бикини. Подробности на сайте trkterra.ru. Ну а сейчас давайте полюбуемся первыми красотками, уже приславшими свои фото. Продолжение следует... На этом все. Хотите знать больше, чаще? Заходите на наш сайт trkterra.ru. Там можно посмотреть все эфиры программы. Всю неделю доступен онлайн на сайте и в социальных группах ТЭР. Пишите. До встречи через неделю.